всех приветствую друзья с вами бэр добро пожаловать канал мы продолжаем играть в world of warcraft продолжаем качать нашего персонажа паладина что ж это же не просто прокачка в принципе мы будем здесь заниматься в этой серии всем что душе угодно как говорится так немножко надо разговориться еще раз сердечно всех приветствую сразу друзья мои вас попрошу нажать лайк этому ролику лайки сразу сначала они очень помогают канал большое вам спасибо за это потому что ютуба такая скажем так такой алгоритм то есть если на ролик сразу лайк приходит то youtube смотрят а значит аудитория поддерживает поддерживает автора и собственно говоря вам помогает развиваться канал ну ладно нет не суть запаситесь вкусняшками я надеюсь будет интересно смотрю зашел только зашел пошел сразу дождь в игре боже как ламповая обожаю когда в играх идет дождь я много раз говорил но когда он качественно и интересно сделан это прямо что с чем-то вот даже капли капли остаются такие большие сколохи как в реальности обземна дарятся это круто смотрите у нас есть торговец какой-то стоит да каким-то оружием он торгует но я ему могут хлам всякий по скидывает почему бы нет почему бы не давайте мы по скидываем хлам и что здесь еще бинты блин вот профу опять как-то я не качаю нифига хотя хотелось бы да и надо было ну ладно чай без опять тигания они меня не эти получше буду до на 104 сразу брони да надо скинуть хотел я сказать друзья мои врываемся врываемся ворду что получше нашим будет 7 к ловкости да пусть и если на минус 4 к силе но столько сколько он брони создает нам пригодится так ну ладно потихоньку вырываемся еще у нас тут еще это хлам это хлам 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 выкидываем ремонт до ремонт надо сделать смотрите у нас наш персонаж кстати говоря вот уже психолог преображается смотрите он уже выглядит более так брутально что ли я не знаю вот эти на плечи особенно огромный паладин и в крови они вообще круто выглядит я знал когда еще создавала персонажа то есть но по мере того как мы будем одеваться да приобретать там разные вещи в зависимости от дроп не мы их или купим или где-нибудь там выбьем не суть персонаж будет выглядеть еще более круче то есть примерно визуал будет такой же только доспехи будут покруче на повыразительный блестяшки прочие штуки не я люблю когда персонаж красивый выглядит особенно всякие светящие свисты перделки скажем так меняет оставляет так вести то мы можем сдать да ну кстати мы взяли же 58 мы можем в принципе уже отсюда убираться в запределье но хотелось бы квестик сдать тогда давайте оседлать триллобега хотел сказать коня и драпать до квестов так мы и не сделали паладинский квест на коня но я не помню его скиллы будет доступен нам конь через скиллы или нас нам достаточно будет скиллы проучить и там конь появится или все-таки обязательно квест сделать я вот чисто говоря запамятовал не силен я за паладина мне как-то больше проще за рогу ориентироваться я-то много раз говорил но впрочем надо бы изучить этот вопрос так чем мы еще будем заняться будем заниматься но может быть по теме попробуй поискать на этом уровне я думаю может быть кто-то есть хотя онлайн друзья мои очень сильно падает мне в комментариях писали что онлайн не падает что я там не помню ответил нет ну отвечу в ролике так даже будет лучше вот то что онлайн падает вернее он не падает все уже high level за это хайлел берется быстро я ничего не говорю но тут есть еще такой нюанс вы не не считаете что без негатива да как бы тут надо еще несколько аспектов учитывать это первый аспект это то что люди часто качать винг то есть альтов просто выкачивать по полной программе и ну аль ты тоже должны уровень брать проще как бы в поддельки многие я даже знаю по 10 аккаунтов там выкачивать всяких разные профы чтобы у них все у всех все профы были всякие подклассы и прочее принтера дактиль напалах так вот это еще такой момент да как бы те люди тоже должны стать костяк онлайн второй момент еще заключается в том что тоже не учитывают новые люди то должны приходить определенным образом так называемый как обмена скажем так как в армии одно пополнение сменяет другое да один призыв меняет другой да тогда тасовка должна происходить как бы ну люди то должны приходить прокачивать персонаж но сейчас мы кстати говоря на старте здесь видели а тут урена выкачивает здесь но это уже хоть что-то хоть положительный какой-то знак что в этой локации хоть тут и есть но я сейчас пробежал чисто всю локацию поперек и вот по сути одни кого-то особо не увидел о чем это говорит это говорит ну онлайн ребят онлайн онлайн просаживается на серкале на серк онлайн очень просел и это не только сам серкал вообще в целом на серверах онлайн вообще да вообще в роду фарка полная полный ахтург то есть ладно я считаете я еще все понимаю но вот месяцем ранее может быть двумя даже те каналы которые крупные по world of warcraft у есть с десятым от нуля все умеете эти не будут собирать короче ух ты у меня целая куча очков талантов блин а я куда-то картинку зател да ладно я и удалю как я мог поле им придется потом ее открыть кину все эти таланты в принципе сейчас я реально в ретре по поле не силен я не знаю что куда вкидывать нет простите ну ладно мы кстати говоря хотели от убираться за пределе сар гримара в принципе оттуда уйдем надеюсь нас портал пустит так вот и еще этот аспект мучить и в целом онлайн world of warcraft опросил заканчивать тему хотелось бы сказать что люди у которых чисто каналы посвящены world of warcraft у и которые достигли определенного успеха у них тоже просмотры очень сильно просели очень сильно не жалуются на это и они до последнего холли и лиле или близзард и гамон стоит почему я могу атаковать странно 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 у нас непонятно это происходит а может быть какой-то ивент я не в курсе бывает бывает так вот дача заценим на онлайн посмотрим ну что ну что какой особо онлайн ну здесь наверху люди всегда улиц всегда огромная толпа была еще на весь народ постоянно толпился но здесь тоже должен быть какой-то народ могут один час кто-то бегает чуть-чуть ну и мягко говоря маловато маловато людей маловато но в принципе не самая печальная не сам печальная так вот те ребята у которых она учится посвящены вову которые были с ними скажем так с близзардами на короткой ноге были мне здесь лучше подняться пойдем на крылоберге с близзардами на короткой ноге они хочу мне хочется использовать такое добранное слово они заскулили они заскулили то о чем я говорю много много уже лет на это уже ну какой последний год точно без остановки и безусто ли здесь подняться ладно немножко крюка сделали о чем я говорю уже последний год стабильно хотя даже может быть два предпосылки потому что ну на все это имеются и маленькие о чем они же все таки заскулили ну во первых все то что я говорю blizzard большие проблемы близок ничего не хотят сделать денег не хотят меня систему подписок вопреки тому что все как бы это требует и конкурентов бесплатных игр целая куча я привод могу привести прямо с ходу пример 500 словно на языке версии целая гора бесплатных игр или биггерс который продавали со скидкой от 70 процентов которых есть онлайн такие как это опять бесплатные апексы доты вторые там world of tanks постоянно бесплатный и до перисками надо бы сходить надо бы надо бы вот украсить ветра кровь нас ждет так вот они уже начали по полной программе вытеснять blizzard просто с рынка просто фактически с рынка blizzard как закоренелый ну такой человек гиперконсервативный который там не знаю вот есть лифт да вот лифт в доме допустим его на пониматься на 9 этаж него раньше лет 20 назад не было лифта ему приходилось подняться пешком мы сделали лифт о принципиально просто берет не пользуется лифтом поднимается пешком вот 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 прямая аналогия с ассоциацией стой стой системы подписок которые используют близок и близок до сих пор берет 500 рублей подписку подписка 10 бакс условно и плюс каждое обновление full price за особо не огромный контент то есть помните заберли курса и чечки там большой пласт контента сейчас там чуть-чуть одно и то же павцам и повторы и прочее да то есть это во первых людям не нравится конечно не нравится и как они голосуют классу дать кстати на фоне черного портала тема кучу красивая и музыка и антураж так вот а и как люди голосу голосуют рублем естественно уходят онлайн и что вот эти блогеры как раз таки заблопили что blizzard проблемы blizzard то blizzard все сейчас знаете какую тему всеми муссирует смотрите раскрываю вам inside как говорится вернее просто говорю про я люблю говорить правду и люблю за это свой канал то что у меня ничего не ограничивает то маленький там прочее это у меня ничего нет ничего не ограничивать правде на эту тему смотрите какая правда в этой теме сейчас сам муссируется в сми типа у blizzard скандалы всякие аля там домогательство прочь вот из современных что там любит кто-то там домогался этот скандал и прочее поэтому у blizzard проблемы без проблем не потому что они жадны закостенелый половину а а своего костяка профессионалов профессиональных игроков просто прошу прощения игроков разработчиков и тех кто создавал игры вот эти мастодонты warcraft 3 и diablo раджа хочет нечет спасибо большое спасибо хорошее самое дело ухты он не хочет предложить давай вот спасибо большое раджи thank you very much так закончить тему закончить тему немножко конечно не вовремя большое спасибо раджи раджи хорошее имя как раджа это же что-то такое и диск типа индийский султан или что-то в этом духе туры груми с ничем тоже нищем я помню такому вообще кто-то летать особенно норский здоровенный монстр летит просто так вот смотрите какая ситуация и как бы они сейчас вот эти скандалы вот этим скандалами типа сейчас появились такие скандалы хотят на самом деле отвести глаза от конкретных фактов а факты конкретные заключается в том что во первых вот этот нерадивый менеджмент просто уничтожил что к менеджмент я не думаю надо листу руководство уничтожил старые команды разработчиков которые реально делать классный разогнал их посеял там смуты прочую хрень заставил их делать по дедлайнам по которым они не привыкли работать естественно они сделали либо не очень как там как получится и так далее и вот естественно их потом начали волнять вот это все короче получился снежный ком проблем вот я перечисляю может хоть пальцы загибать 1 ком проблем близок это нежелание делать уступки учитывая то что конкуренты демпинг будет с такой демпинг это предложение более дешевая то есть по факту бесплатный раздача кота у бета 5 и прочие в эпики games и онлайновые проекты да там многие уже давно просто выпускают друг по другую систему иницизации находит при этом нежелание как-то уступать подпиской все хотя бы хотя бы всем прошибись платить подписки и пущу как дополнение украинцы кинлы ну или там немножко скидки я делаю то есть это первая проблема в актуальной среде учитывая что онлайн падает вторая проблема это вот нерадивый менеджмент хороших разработчиков погнали а плохих оставили никаких пригласили этот еще один пробок второй палец очень большая проблема третья проблема кризис идеи в средстве этого вот вызов вызванные вот этими перестановками кадров просто они реально по факту сейчас никаких крупных игр новых не делать то есть серьезно 14 года это hardstone по сути все fire watch или как там шутер я в расчет брать не буду никакой не мое скажем так билер церкви ассоциируется именно с фэнтези жаром они шутерами вот и это еще большая проблема все это вылилось в то что были произведены фейлы последние годы фэйл barcraft или форжет нарастал рефланда фэл в секторе diablo это анонсированная мобилка и до сих пор diablo 4 не выходит единственное что более-менее что ненормально попытались выпустить это резурект от и я не скажу что это круто я уже говорил что как бы перевыпуск старого контента это все равно не сто процентов новая игра согласитесь это не новая часть то есть тут контент уже готов на 50 процентов она просит фул прайс это тоже проект большая проблема за это тоже спрашивают и за это спросит ну еще плюс там что-то переделали некоторые персонажи и более скажем так зацензурили да это тоже большая проблема и вот это все она складывается и самое смешное что им не перед игроками надо отвечать blizzard активижен и вот именно этому подразделению который несет убытки соответственно им тогда отвечать перед акционерами кто такие акционеры акционеры это большие компании даже скажем так корпорации которые вкладываются в них в их компанию деньги свои несут и ждут соответственно хорошего дохода да им там его все это обещают грубо говоря и чтобы отправдаться перед ними вот сейчас скандальчики типа вот просто из этой на скандала и тут это хорошо то числе за этого числе за это у нас все плохо не потому что вот эти я загибал проблему и сделали неверные шаги просто и продолжаем и делать и продолжать и делать продолжают злить фулдов продолжают я не знаю дразнить новых игроков вернее даже так новых их их нет все что делает все на чем держится и игры blizzard это в основном алды в основном алды но вы игроки если и приходят то они приходят как раз оба пиратки на со старой принципе им ничего вот это особо нового не интересно исключение хардстоун это вообще отдельная тема сейчас и получается что стагнация и даже вот эти убытки мы их надо как-то оправдать вот они вот эти все харассмин шизошоу делают ладно погнали за предели к часа к часа тут кстати мы тоже можем быстро 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 очень взять свой левел просто биф монстров но надо немножко проучить сверховой езде в ступени судьбы звучит да это как в пират карибском море помню теодальма который потом последствия оказалась богиней акалипсо такая когда джеку пригадала то лишь точек и раскидывала кости перс судьбы тоже и ступени семена такая перс судьбы блин тоже эпично звучало так нам отсюда надо бы лететь да не помогли мы по прям неписи тут разбегали что-то тут портал вар грима так рукав паладин и вот эту пустоту ты ожидал увидеть мне ее описывали совсем по-другому труда поверить что мой народ мог жить и процветать в таких заброшенных землях это кстати говоря отсылка о том что запретили это и есть демонами уничтожен эти варкрафте это все события очень хорошо описаны надо реально перепройти как-нибудь 3 варкрафте с изучением сюжета побольше углубиться в это так было бы желание пройти ремастер если бы он не был позор и серьезно позорным плюс еще фулкла попал прайс были на это смешно ребят ладно что не на это смешно вот все ситуации вот описывают эти мертвые орки раненые рубайки вот вот что сейчас сейчас представляет близок то есть какие-то чуваки просто покупали упали в глаза серьезно я не думал что настанет момент что мы будем ругать blizzard реально и один из этих ютюберов который плотно занимается не буду называть его канал вот сказал что я не думал что или мне когда-то про blizzard придется говорить такие слова потому что эта компания не ошибалась если она делала игру это было шедевр парни практически игра который стоит равняться какая-то метрика определенная какой-то измерительный прибор по которому все должны руководствоваться как делать игры то сейчас это просто я не знаю и так вот мешки то есть ты покупаешь что что ну в принципе нормальный человек в здравом уме не не то есть и тем более не будет оплачивать подписки и прочее вот такое вот в чем фишка вот вся фишка чертовы мега боссы пешком да прям нам нипочем передавая легиона в травмар так дойдем блин какой стих получается как штандарты развиваются ну и опять же таки по сравнению с тем контентом который дается в поэтому мы не завалим жесткий дюмою напал чертяка а я не будет аннигилировать уходим уходим черт побери да мобы мобы сагрились на меня за критику blizzard уходим уходим да не могли этот сто процентов боевика течень подкрутил типа ловишь так вот я конечно хочу сказать что это не полный вот фэйл для близов делать то что они сейчас делают но опять же таки как бы посмотрите посудите сами компании которая не ошибается делать ошибку за ошибкой а потом чтобы отмазаться вот эти запускает скандалы но это же очевидно что это все все и скандал типа кто-то там что-то но они быстро на из пальцев лишь для одной цели чтобы просто напросто оправдаться перед акционерами и все то есть не более запудрить глаза реально запудрить мозги запудрить глаза типа вот проблемы у нас из-за скандалов такие вот плохие люди просто сработали плохо мы люди разбирались да много-много лет работали проблем не было да так понимаете да а тут окажется какие-то проблемы например привожу ситуацию если у кого-то есть проблемы на работе то это вообще делается в два счета тем более в сша тем более в сша тем более в сша если там что-то такое происходит там сразу на корню пресекать на корню пресекать говори о том что там такое было это просто не знать как работает и вот этот тип произошедший скандал это все чисто чистой воды манипуляция для того чтобы запудрить глаза еще вот эти не забавно смотреть как эти люди которые кричали о том что никогда не не играйте на пиратках кратки зло пиратки плохо деструктивно и прочее прочее в итоге такими темпами скоро самим придется играть потому что актуальный контент будет какой-то степени невыносим неиграбельно серьезно настолько фигню как он сделал я помню когда вот пандария вышла популярность пиратских серверов кратно возросла кратно возросла просто но она и так была на высоком уровне сил дорогие визны опять обновлений план плата за подписку тут она просто взорвала какие-то пределы это вот был 12 и 11 год до этот промежуток времени я лава лапша 1 хорошо и как бы вот они вот они предпосылочки да и сейчас мы играем на пиратках неплохо себя чувством в принципе да да правда отпустивший сервера но и такое себя но опять же таки времена меняются поколение меня что же говорить вот например моего поколения да сейчас так говорить это вот игры поколений такие основные онлайн вы не говорю там отдельно сюжетные игры которые сейчас приятные раджа гоняет раджа опять там прилетел может поможет нам прокачаться да thank you very much крыл классный друи слушайте классно люблю драйвер четкий четкий клятву охранитель блин обожаю вов за отдельных за название оружия и амуниции ну не поскупились не поскупились переводчики хорошо перевели у нас мпс воюют так вот не сбиваться с темы да в целом игры поколений волк до линейдж к ясочка диабло может еще ну и в основном в основном игры моего поколения виза или моды сделаны по играм blizzard ну тоже 2 года то не мудрено что эти игры сейчас терять популярных силу того что колени меняются смотрел сейчас людям нравятся другие совсем игры те которые я не в принципе не смогу играть потому что они мне не нравится и просто это не мое все но это как я не знаю пытаться заставлять что-то в этом нет и тут дело не в консерватизм я просто потому что ну видимо эта игра делалась не для меня вот что я в этом про это могу сказать но сейчас большое количество людей играют в то же самое время в этих проектах пустота почему ну просто люди выросли банально многие у меня уже не до игр просто я знаю целую кучу людей мы из окружении которым просто уже банально нет времени них есть работа у них есть другие занятия отдыха не предпочитают просмотр чего-нибудь интересного там видеоконтент скажем так не игрового вот будем останавливаться здесь блин принципе здесь удобно потом придется крюк целое тело сургримара быстро отсюда приходить нет 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 не будем останавливаться просто пойдем качать так шеф-повар давайте поищем есть здесь этот учитель классовых навыков где-то был на коняхе можно обучиться сразу него у жоба где он тут мы спасибо большое раджи за 2 голды очень очень не поможет и сумки классные блин реально реально топовые сумки потом всех а буду очень помогает так вот все бы так что прокачался и новичка видит который будет играть вов все бы так помогали бы остальным может быть народ меньше бы уходил из онлайн-то ада у него всему можно проучиться получается окей е-е-е-е-е-е-е-е-е обожаю когда звук очистки происходит вот согласитесь друзья мои если бы не было такого приятного уху звука и анимации гораздо меньше было бы эмоции от того что происходит данный момент на экране есть же в этом какая-то фишка казалось бы какая-то банальная штука которая за секунду исчезает и проходит но все таки из этого и строится целостность игры и интересность мета наполнил так зеленый витра крыл рыжий витра синий витра крыл я помню синий так себе отображается на классный ковер ураджи все топово хорошо раскачал свои персонажи вот мне бы столько времени и терпения я бы тоже задел бы себя такой я думаю по паладину мы будем прокачивать и займемся квестами прочими ачивками у фракции пытаемся что-нибудь добыть так зеленый вид и рыжий зеленый он не отображается на самом как зеленый такой поле бирюзовый а вот перезвучит я очень люблю я еще с детства люблю бирюзовый цвет у меня вообще несколько любимых цветов такой фиолетовый как раз уж не шкура гриву этого фиолетового самом бирюзовый получается посмотрим да 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 вот она вот она вообще класс сушься насколько уже появился видать это скиль скильный конь или он уже я что-то про про скажем так проснул почву конь то у нас есть лоб вот я даю ну что мне простительно дед дед проснул почву нормально блин я не думал что я скоро времени будет себя дедом называть но учитывая возраст средний возраст людей кто смотрит youtube особенно игровые каналы наверно я уже для них где ладно пускать отец это громко звучит отец за такое профессионал вы круто орк смотрит зрителя не скалкой поваренок на глаз и тисак выпуск повязка вот этот ветрог крыл как он отображается бирюзовый и фиолетовый раз два цвета которые не больше всего импонировать так высокая какие бруфы и бафы от очага хорошо хорошо хранится литер мы можем вообще всех сразу но это надо будет на семидесятом еще получить стремительных что-то давайте брака по 70 и будем проучиваться может быть нормальную пушку тенем здесь соберем посмотрим посмотрим я один тут стою короче в очереди а где-то у нас в объятиях ну-ка 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 блин плохо когда не дают x мы старались она мэкспа не дали так ладно переживем как говорится или посмотреть картинку я не помню я не удалял ноги блин сейчас я вязки закрою немножко проще мэкспа 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 слоупок ай меня замочили ладно про слой почвы я немножко у как ты как я удалил юбил как я не заметил блин чувак меня реснулся теньки время чем я уже стал и все бабки себя не надо пробивать заново так вот потом тогда ее скачаю просто сейчас браузер открывать вообще не с знаете почему друзья мои мяком старый очень и он может лагануть все не просто скипнется и вся запись и вообще будет не очень хорошо тогда потом я скачаю дай какая там пикча на которой все видно как раскидывать скиллы я уже кстати правильно не раскидал кстати в принципе от чего париться давайте найти как поступим что что я голосе морочу и вам за 1 а чертова сволочь это в бане отхилиться бы иди сюда это червяк под люка про джанас опять хилит червяк попал зай я использовал фильм сразу дрожь земли и червяки были монстрами которые на людей на подокси хороший фильм особенно первая часть без трэша если вы его не смотрели ни разу принципе можно посмотреть так классных навык а здесь вообще получите палка имеется где-то был в башне были учителя в главном здании ого-го-го-го-го-то пал отлично с фрустмором по ходу даже грань тьмы выглядит классно вот такого бы мы паладин себе сделали был вообще топово просто топово ну к чему за жучара все понял такой гриф красивый очень похож на гриф подобных из warcraft 3 там были такие персы а чё нету 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 скиллов у ларь гу качаться тогда заметьте опыт уже не так быстро закидает опыт уже не так быстро заходит где там эти бесы были вот здесь нормально может покачиваться вот 62 постом вот так вот можно выносить все и весь хлам поднимать ты хорошо когда есть прокачанный перц так можно и окнами прокачивается либо хотя бы одного прокачать я же вам рассказывал эту знаменитую историю как мне чуваки из администрации просто красота забанили потому что у них защита такая а мы мы сможем с вернам а у нас будет попробуем верно бот где там был все весна с него упадет опыт нет скверно бота бы скверно бот блин тихо 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 хил-хил тихо уходим уходим хил кухил кухо живем живем но массу х по любому смертоносный впечатлений а по-хелим ну так с него немного опыта зато дроп интересный вот его кстати потяжелее ковырять потяжелее даже не ваш я думал что он большой реально я думал что он ваншотница вот такая изи прокачка так что у нас опа ручка это барахло конечно ничего не стоит но блин иногда бывает каждый это наверно привычка у меня с диабла 2 как это каждый год нам собирать потому что потом на дуре и дурельте просто сделает себя мясо тебе придется кучу раз выкупаться и саксами всего по духе ну помните да друзья мои червяк этот ненормальный так неплохо неплохо о по стропил а зараза больно бьет так о маном она надо и фигасе синие какие-то тканевая синька редко такое видишь круто круто когда можно более высоким уровнем прокачивать низкий уровень просто вот в линейт дела например например на такие действия стоит либо запрет либо разброс по уровню не больше десяти я помню и как бы не такое себя ну в понимании вов это все равно кажется немного на самом деле там это очень серьезно был бы вообще печально если вообще такого возможности не было бы во многих и мое такое нет кстати возможности о сухуба 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 и сухубе их госпожа сестра гор не мы уже 64 это быстрее это быстрее так вот блин сбился я на смысле пока мы покачиваемся пока пока покачиваем перемена шляпа так рунический дробь забираем скиллы можно вкинуть в принципе вот в воздаянии и не париться потому что потом же их можно будет сбросить да и зачем нам париться если можно не париться просто что-нибудь закачать то что мы уже начали прокачивать и не мучить как говорится нервы так куда тут можно в отмщение в искусство войны часто прокает да надо отсюда лететь намекает на вража своим что здесь уже нет смысла экспресса ну что-нибудь закинем куда-нибудь еще ну вот сюда опускай все окей так так наверное в ту сторону щепанькать высокоуровневые были здесь в начале может быть их попробуем а не чувак улетел уже ну все ладно у него наверное какие-нибудь дела другие так ну немножко покачал нас спасибо большое за это так что у нас здесь теперь можем самим побить попробовать ну вот эти какими с моим мечом блин можно его неделю ковырять нормально пока что ничего хорошего не падала или я так смотрю на этот дроп не реально а вот дробящий нет даже мой флешон пока лучше и хоть и хоть и уже скиллы не убегайте не ну может быть что что-нибудь дроп нормально надо с них что-нибудь падает кимона в ребаде так вот когда это вылетает обязательно надо экзарц обязательно вот еще вылетел но он не откатился просто у нас еще ну вот побыстрее мы уже начинаем ковырять их так опять какой-то мундир такой себе меч ну потом продадим подойти ближе скиллы бы конечно еще проще да я лав лап хорошо тем временем мы 65 уровня уже и конечно безусловно я уже много раз говорил что можно гораздо быстрее это очевидно я мог бы за пару часов прокачаться если бы конечно не запись не настройка ролика и некоторые обстоятельства вот чем вов прекрасно она наверно как жизнь тут может пойти все не так как ты планировал да помните как мы бегали на полноцвету крюки нарезали ну может быть это все от незнания конечно но так гораздо как-то интереснее было бы чем знаете многие люди играют так чисто заучено и уже каждый шаг знают ничего не объясняют куда что просто побежали уже за пару минут прокачались это получается как спидран то есть ты не погружаешься в мир не допускает каких-то ошибок меньше проводишь в том месте времени тем самым меньше его просто банально видишь и так далее много факторов они так же складываются получается как снежный ком такой и ты как бы вроде и был там и прошел все это но ты как-то здесь пробежал и этот контент не получил даже не понял что там прорисован а разработчики на самом деле старались и там на самом деле интересно и красиво вот это просто как-то пролетел и все типа ну такое себе знаете я вот иногда бываю в местах в которых не задерживаешься а просто мимо быстро проходишь на первый взгляд они выглядят как-то ну вот так когда ты там долго побудешь посмотришь с разных ракурсов все это уже по-другому выглядит и ты даже по-другому это воспринимаешь да? что-то в этом есть любовь то же самое то есть одно дело пробежать все как по гайду за 2 секунды и что тут интересного типа вот хороший вопрос хочу задать да? когда тут делать какие-то ошибки это даже на самом деле неплохо как-то даже интереснее что ли? это знаете как вот например пример да? я люблю всякие примеры проводить есть у меня такое ну вот банальный пример так друид нам повесил хороший баф блин с этого ракурса это темный портал очень интересно смотрится он реально как будто и ну реально он вдалеке но его видно блин так вот привожу пример да? это как кстати с очень богатыми людьми типа очень много богатых людей блин в новостях постоянно или где-нибудь еще пока да и в Америке что же греха таить не только в нашей стране Америка сама по себе очень богатая ну там много богатых людей не суть суть заключается в том что что такое пример то есть у очень богатых людей у них все есть им нечего хотеть понимаете и они идут на всякие крайности то есть ну я не буду нарезывать вот вещества грубо говоря начинают вещества там прочее трэш трэшим увлекаться в больших скоростях ездить там на своих машинах да условно говоря и очень много очень много детей богатых людей ну просто богатых людей которые заканчивают жизнь вот трагически в очень молодом возрасте названных двух вещей да там вещества и там неаккуратная езда какие-то слишком экстремальные поступки и прочее да знаете почему они это делают ну опять же таки вот он примерно у них нет у стимула у них все есть ничего не надо делать просто ничего не надо делать вот поэтому они начинают немножко скажем так жизнь ходить с ума да и таких примеров просто тьма так вот это мы прокачиваем у нас потом он появится скилл от нефиг делать получается и не только от нефиг делать а от того что и все есть не к чему грубо говоря стремится на что-нибудь подзамените я даже не знаю что наверно вот вспышку света я редко как баф поставлю она чаще просто я на себя вешаю но быстро кастуется так а это немножко вот так переставим да во шестерочка пойдет отлично хорошее хорошее положение нужно подойти ближе вот от нечего делать там и не только и от того что все есть нечего желать нет желания это называется они просто теряют вкус к жизни получается ну это грубо и цинично так говорить конечно но это факт ну просто факт теряя вкус жизни люди они начинают образца в крайности ну а все крайности вот эти которые перечисло это нехорошо это опасно для жизни и вот часто передают там это на такой скорости этот на такой скорости ты смотришь на этих людей понимаешь что что у людей по сути нет никаких проблем ну свои проблемы там материальные у них нет никаких проблем и просто ну говоря ничего желать да то есть некуда стремиться и прочее и вот многие обычно люди чуть-чуть тебе типа не злой ой на там то все 5 10 ну типа я им не завидую вот я вот вот я о чем я им не завидую ни капли потому что я прекрасно представляю мне хорошей фантазии спасибо за это я могу себе представить себя в их шкуре то есть вот как-то смоделировать ситуацию в голове прокрутить конечно есть король ну короче я хочу их категории людей принципиально разделить есть конечно отдельно категория которые которые им пофи которые не уходят в крайности и они просто там упиваются своей такой речь богатость и так далее но они это делают по одной причине просто не тупые реально к сожалению большинство тех кто трагически богатые они так отчая жизнь свою жизнь они умные не умные они они просто ну да умные надо иметь мозг чтобы допереть до того что чтоб страдать от того что у тебя все есть и тени нечего стремиться все те тупые которым пофигу их ничего не берут ну это просто им повезло горе от ума как говорится поэтому я могу себя представить себя в их шкуре да типа у чувака все есть ему нечего желать вообще нечего желать просто он щелкает пальцами у него все это есть и знаете как ну вот представьте себе телефон да ну или что-нибудь там какую ценность которой вот у вас не было да вы ее очень хотели вы ее получили ну не знаю я могу по себя в детстве вспомнить у меня не было хорошего телефона мне его купили я очень хотел он там мне очень понравилось там я очень желал там какое-то время я за ним хорошо следил там старался его не кидать не царапать через еще какое-то время мне уже было не так сильно до его сохранности я уже просто положил там бросал деньги а еще чуть-чуть 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 со все время прошло я просто покидал их хотя вот какое-то время назад я очень хотел и он я очень берег так же у них это гораздо быстрее происходит особенно вот чем старше тем быстрее то есть что-то они ценят что-то и причем и быстро даже когда они это получают они не хотят мне нечего хотеть они нет хотелки очень тяжело нет хотелки и общение не знаю вот они поэтому начинают всякие трэш и прочее такие дела такие дела почему мы за них про них вообще говорить ну ладно может быть кому-то это интересная информация да это очевидные факты конечно но иногда их интересно проговорить не стесняйтесь друзья мои проговорить очевидные факты может быть для многих они не очевидны в этом что-то есть тоже такое тактик ужаса чертовы нет резимы ух я вам сейчас покажу не бреди блин они тут опасные опасные надо их дразнить о мы взяли 66 уже блин чем чуть-чуть и мы уже можем уходить норском так ну это наверное немножко сместить свою пятую точку на крылобеге в другую точку все правильно сказал нет ничего ничего плохого не сказал с неба мобы падают особенность пираты так вот еще хотел бы пару слов про тех блогеров надо сказать теперь они открыто говорят не стесняют заявляют что вызов больших проблем вызов делать треш окей да вызов делать треш большие проблемы какое-то время назад вы хайли людей которые играют на пират ну получается что сейчас вам уже придется самим идти на пират если вы любите действительно любить игру ну не можете может быть без нее представить себя ну если актуально вот-вот давайте моделируем статус кстати скоро бризантом выпускать новый аддон ну мне кажется два года стараюсь делать если он будет совсем в интершоу я не знаю посвященный чисто бульпером ха-ха-ха представим такую ситуацию и ну и вообще какой-нибудь хрени там такое наделать ну вообще играть невозможно будет то есть вам либо придется уйти из игры да ну тут вариантов-то немного либо ученый пират но вот особенно если вы уйдете на пиратки как вы будете потом в глаза смотреть своей аудитории который вы на пунктах путника пригодится который вы на протяжении многих лет вчера ли а повесочку blizzard потому что пиратки плохо пиратки деструктивно играть на пиратки отстой и так далее да да я не говорю что пиратки это круто и лучше у них вообще ничего не по свете нет ну просто так же говорить что пиратки не имеют права на существование но это мягко говоря подмена факт вы понятие то есть на актуальных серверах тоже дофига очень дофига багов что там греха таить я вот даже когда стартовый квест проходил на официальный его без подписки там 20 уровня можно было это делать насколько я помню у меня несколько раз были очень мощные такие баги причем в катаклизм контенте катаклизм контент извините меня верните мой 2010 как говорится это давно уже было и до сих пор ничего не сделал ничего не пофиксили да что же греха таить то у меня на канале есть ролик где я ошибку вылета и невозможности зап запуска батулета решаю так вот эту ошибку они до сих пор не пофиксили то есть она есть люди заходят на ролик и пишут спасибо помог не поверишь что ошибка это до сих пор вылетает то есть ну такие дела это о чем говорит ну это говорит о том что чихоти не хотели на свой контент и тем более на старые латания багов ошибок типа зачем то что у них там тестировщиков нету может быть не знаю вообще по-хорошему если такие баги в социальных приложениях происходит должны следовать баг репорты то есть вся вылет вылетела и это вылет должен фиксироваться клиентам и то есть ну получается отправлять ну отчет сразу компанию что клиент вылетает смотреть почему он вылетает ну типа рискну предположить что у них просто там банально некому смотреть всех поувольняли всех реструктуризировали оптимизировали для большей прибыли и прочее а еще на крыло книги на крыло беге здесь надо поаккуратней кругом шаманы так ну-ка мобиар отвали тайном оседлать закрыла черт тебя за ногу да ладно прямо секунду не дал спит ладно сейчас мы тебя завалим так что не хватает мне урона чувствую урон как-то просел ну-ка что-то возьми откуда у него в плане не так много бейся у меня да еще с этим мага сагал гитрить тебя за ногу много и такого любви учё понимать помоган игр это поработать вот описать какой допустим много Так, ну, в Запределе, кстати говоря, очень красивая. Ну, за магом мы его посмотрели, да, в прошлых сериях. Что он с подземкой у нас? Ну-ка, посмотрим. А в Личкинг уже пускает? Нет, только пока. Зато весь Спектр. Только пока забернет Крусейджиское. В Загрантопе, а смысл, есть там сейчас вообще? 64-й. Ну, посмотрим, может какая-нибудь мобятина еще тусует. Хотя, по-хорошему, можно уже в Норску уходить. Ладно. Друзья мои, а вам спасибо за просмотр. Я думаю, серия подходит к концу. Много интересного поговорили. Переломали косточки. Перемололи, вернее. Близзард, как всегда. Ну, пока что будем ждать, как развиваться будут события. С Диабло 2 ремастером. Резуректом. Пока что все не очень плохо. Но предпосылки о том, что игра скоро выйдет из фокуса. И мало будет у нее народу гамать. Они имеются пока что. И это плохо для Близзу. Ладно. Не будем о грустном, как говорится. Много сейчас интересных планов. На что-нибудь позитивное надо настраиваться. А вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки обязательно. Спасибо еще раз Радже за то, что подкинул голды. Помог немного покачаться. Большое ему сайт спасибо. Было интересно. Ставьте лайки. Это поможет развитию канала. С вами был Барь. Хорошее настроение. Пока.